Когда я приезжаю на Урал, в Екатеринбург, меня посещает странное чувство. С одной стороны, современный мегаполис, небоскребы, промышленность, высокие технологии. С другой, я все время попадаю в мир уральских сказок и мифов, где до сих пор правит хозяйка Медмогари, а вокруг малахитовые шкатулки и каменные цветки. Здесь бок о бок с реальными уральцами по-прежнему живут вымышленные герои Павла Бажова. И самые уральцы до сих пор сомневаются, насколько они вымышлены. А еще есть уникальнейший герский идол и много артефактов, связанных с верованиями древних людей Урала. И лично меня очень интересует, как на протяжении веков складывалась мифология Урала. Мой собеседник сегодня Людмила Будрина. Она кандидат искусствоведения, доцент Уральского федерального университета. Людмила, добрый день. Я часто бываю на самом деле в Екатеринбурге, и куда не смотришь, Бажов. И улица, и магазины, и, естественно, малахитовые шкатулки. Неужели жители Екатеринбурга верят в это? Бажов очень глубоко проник в идентичность уральцев. И действительно, когда на протяжении всего вашего детства нескольких поколений вам читают сказы Бажова, вы смотрите мультфильмы про сказы Бажова, в оперном театре вы смотрите балет про сказы Бажова, вы непрерывно этим окружены, это становится частью вашей повседневности. Сказать, что уральцы верят в Бажова, достаточно сложно. Я думаю, что люди просто об этом не задумываются. Назвать кафе «Серебряная копытца» для нас так же естественно, как назвать кафе «Версаль» в Париже, например. Но вот эта мифология, она существует или это такая выдумка? Сказы Бажова не опираются на реальный фольклор. Это литературное произведение, и к нему надо относиться как к литературному произведению, невероятно талантливому, очень удачно вошедшему в конъюнктуру времени. Первое издание «Малахитовой шкатулки» было опубликовано в 1939 году. И в это время рассказы о замечательных талантливых мастерах, которые являются главной креативной силой Урала, о том, как их притесняют и о том, как им помогают в борьбе с притеснителями, заводчиками или приказчиками силы природы, оказалось необыкновенно созвучно тому, что происходило в стране. Надо было поругать прошлый строй, надо было сконцентрировать внимание на людях, которые трудятся. Ну и для этого были все средства хороши, и даже новая мифология, которую выдумывает Павел Петрович. Вот это сказка или сказа, как он это называет? Это сказ, и это очень интересный литературный жанр. Есть миф. Мифы всегда воспринимаются как абсолютная истина. Миф – это прикосновение к сакральному знанию. Сказка – это более развлекательный жанр, который обычно повествует о чем-то более бытовом, о том, что ближе в сказку, как правило, не верят, и сказка может содержать в себе какие-то этические нормы в форме примеров. Сказы – это некий промежуточный вариант, который претендует и на документальность фольклора, на документальность мифа, как будто бы опирающиеся на какие-то реально существующие верования, но при этом представляющие эти верования в очень занимательной форме. Ведь в сказах Бажова очень много ярких персонажей, которые нам врезаются в сознание и настолько глубоко проникают, что каждый раз, когда к нам приходят, например, в музей на экскурсии люди и с удивлением узнают, что малахитовые предметы – это предметы мозаичные, они говорят, ну а как же в сказе Бажова? Там ведь Данила Мастер высекает цветок из монолита малахита. И действительно, если мы посмотрим с вами фильмы, иллюстрации, балет, Данила Мастер работает как Микеланджело. У него есть зубило в руке, есть молот, по которому он ударяет, высвобождая скрытый цветок от ненужной породы. На самом деле с малахитом так никогда не работают. И это прекрасная иллюстрация того, насколько близко сказ Бажова находится к реальной жизни. Конечно, до Бажова, который считается создателем мифологии Урала, были свои ритуалы и обряды, связанные с камнем у местного населения, у вагулов, например. Были даже поклонения рогам оленя, которые сейчас некоторые исследователи привязывают к козлику серебряные копытца. Были свои приметы на камень, конечно, и рудознацы, рудокупы. Добывая тот же малахит, спускаясь в глубокие шахты, где было трудно дышать, не хватало воздуха, какие-то видения, галлюцинации приходят в голову. И в то же время они заметили, что в этих шахтах тоже течет какая-то своя жизнь, и они, например, прорастают странными черными растениями, напоминающими косы. И вот эти косы, возможно, Бажов превратил в косы хозяйки Медной горы, потому что он часто описывает именно, как эта черная коса прилипла к ее спинке, хотя черный цвет есть и в малахите. Вот, например, орлец, лирдонит, розовый камень, и цвет у него отличается, например, от цвета яшмы или темного граната, он такой мясисто-розовый. И поэтому ордонит получил название орлец. Считается, что вот он, если использовать его как талисман, придает силу человеку и делает его зорким, храбрым, вот как орел, допустим. Яшма – твердый камень, который добывают у нас на Южном Урале, что пейзажная, что яшма калканская, тоже мужской камень. Считается, что талисман из нее придает твердости характеру. Все это трепетное отношение к камню, на котором, в принципе, рос уральский человек, и это один из главных промыслов – обработка камня, его добыча. Все эти вещи собрал воедино Бажов, который рос в среде простых людей. И не случайно заглавная фигура сказок – это Егор Хмелинин, бывший рудокоп, который в старости охранял лес от пожара на горе Думной в поселке Полевском. И именно с этой горы начинается и девка Азовка, которая превращается в Малахитницу, хозяйку Медной горы. Малахитовая шкатулка, которая в XIX веке была просто дорогой коробочкой для украшений, после Бажова, со второй половины XX века, становится именно Бажовской Малахитовой шкатулкой, шкатулкой из сказок, то есть с каким-то флером новым. Возможно, он меньше писал об изумруде, которые на Урале добываются с 1831 года, первая находка – это январь, декабрь 30-го. Изумруд традиционно – камень мудрости, власти, силы. В некоторых странах это камень воинов. И Бажов не берет эту тему себе, вообще о них мало пишет. Но вот демондоиды, уральский эндемик, которые часто принимали за другой зеленый камень, хризалит, все равно берет и вводит в сказ «Серебряная копытца», там, где козлик скакал по покосным лужкам, потом эти зеленые камушки начали находить демонтоиды. Ящерка, которая благодаря Бажову стала символом Урала, на самом деле встречается в камнерезных изделиях той же императорской Екатеринбургской гранильной фабрики или кустарей XIX века. очень часто на прессах для бумаги, тоже на шкатулке ее можно увидеть, или в перстне вырезанную, или просто сувенир. Но вот именно превратила ее в символ Урала, конечно, Бажов. Ну вообще, что-то есть правда в этих сказах? Вот документальность, как вы говорите, это есть документальность на самом деле? Конечно, сказы опираются на то, что все на Урале знают. И если мы говорим о каменном цикле сказов, то здесь можно найти очень много отсылок к конкретным историческим событиям, явлениям, точкам на карте. Говоря о Малахите, Бажов всегда упоминает гумешки. И действительно, это первое месторождение Малахиты, которое принадлежало, правда, не Демидовым, а Турчениновым. Он говорит в одном из сказов, как призванная хозяйка ее, такое лицетворение на земле, растворяется в Малахитовых покоях, уходит в стены Малахитовой залы, созданной в императорском дворце. И это действительно имеет место. Знаменитый Малахитовый зал Зимнего дворца. Правда, в сказе у нас фигурирует Екатерина II, а Малахитовый зал был построен для Александра Федоровны, жены Николая I. То есть почти полстолетия разницы. Но, тем не менее, да, есть такие замечательные интерьеры, где Малахит используется не только в виде вас и чаш, но и на стенах. Есть сказ «Хрупкая веточка» о том, как делают фруктовые ягодные преспопье, и о том, как мастера ориентируются на природные образцы, как они подражают природе и пытаются с ней состязаться. Конва, опять же, реальная. И да, ящериц можно использовать, когда вы ищете руду. Это абсолютно естественный зоологический факт. Каким образом? Если рядом с поверхностью есть рудное тело, земля прогревается больше, быстрее. Ящерицы весной всегда ищут, где погреться. Они любят тёплые места. И по концентрации ящериц можно было примерно определить, что да, здесь можно копать и можно найти руду. Никакой мистики в этом нет. Конечно, уральский человек к цветному камню здесь относится как к норме жизни. Народы Северного Урала в своё время поклонялись чистым образцам горного хрусталя. И даже шаманы использовали эти кристаллы как куколки. Так же, как, например, в Южной Америке индейцы поклонялись крупным кристаллам изумруда. Тоже они были своеобразными куклами у них. Такая связь между континентами. Мрамор, топазы, кварц, они здесь повсюду. А вот на Южном Урале, в Орске, даже фундаменты домов отсыпали яшмой, которая сейчас и вообще в 19 веке тоже стоила довольно дорого. Но её просто много, она тут под ногами. Ну и что, что из неё можно сделать шкатулку или ювелирные изделия? Она вот здесь валяется около моего дома. И у каждой уральской женщины всё равно есть украшение с камнем. Просто одна отдаёт предпочтение агату, другая красному сердолику, третья там именно малахитка, камень, который гармонизирует семейные отношения, считает символом любви. Вот может ещё и поэтому женский, кстати, образ возник у Бажова, подкрепился образ хозяйки Медной горы. Но малахитовые бусы отличаются тяжестью своей, так же, как малахитовые серёжки. И этот момент обыгран у Бажова в сказе «Малахитовая шкатулка», где разные женщины примеряют изделия, и только одной Танюшке они подходят. И вообще изделия с камнями, особенно с малахитом, можно было надевать только по праздникам. Малахитчики, им приходилось сложнее всего, вот всё-таки обработка малахита влияла на здоровье, поскольку полировать его приходилось пережжённой в олове костью, и вот эти вредные испарения, плюс малахитовый порошок, конечно, влияли на здоровье камнерезов. Но Бажов отдельно отмечает мраморских людей, что нельзя там выходить, брать в жёны мраморскую девку, о вдове и шране, потому что они тоже с малолетства, при станке помогают, либо таскают эти камни, к отцу приносят, либо следят за его работой и дышат этой каменной крошкой. Камень, как и берег, конечно, тоже используется за гармонизацию семейных отношений. Если не хватает любви к человеку, то к малахиту нужно обратиться. Если сердечности, добра, теплоты, то к сердолику. То есть даже название подсказывает, для чего этот камень. Если ты труслив, то может помочь тебе кусочек родонита. Говорят, что мамы, младенцам даже в люльку подкладывали кусочек орлица или родонита, если хотели, чтобы мальчик вырос смело. Вот мы говорим об уральцах. Вообще человек, который сегодня живет на Урале, который понимает, что его предки давно здесь живут, что он ощущает? Давно – это что? Давно – это середина 17 века. Это очень давно. Современные уральцы появляются в регионе только в 17 веке. До этого на Урале нет практически русских, и он населен большим количеством разных народов. Это кто? Коми, манси, татары? Это, безусловно, финно-угорские племена, коми, манси. Это тюркские племена, башкиры, татары. Поэтому здесь уже две вот этих составляющих. Это мир восточный, мир исламский, и это мир языческих верований. И сюда с русскими приходит христианство. Поэтому, когда мы говорим о мифологии этого региона, мы оказываемся в ситуации, где очень сложно бывает распутать корни того, о чем мы говорим сегодня. Они восходят к совершенно разным мифологическим системам, и поэтому говорить об уральской мифологии всегда очень сложно. Надо понимать, говорим мы о каком периоде, о каком этносе в рамках этой огромной уральской мифологии. Ну, странным образом вдруг появится у археологов в конце 19 века прекрасный такой объект, который называется Сигерская Ида. Вы можете нам рассказать об этом? Что это? Этот объект появляется совершенно логично, как только начинается систематическое археологическое изучение региона. До последней четверти 19 века археологии Урала систематически не занимаются. В 1870 году появляется Уральское общество любителей естествознания. Оно приглашает археологов из Европы. Начинается разведка того, что можно найти, прежде всего, в торфянниках. Дело в том, что на Урале большие территории занимают не только скалы и рудные месторождения, но и болота. А торф в болотах – это прекрасный консервант для всего, что сделано из дерева. И благодаря этому до нас дошли деревянные памятники с совершенно невероятной историей и родословной. Большой Шигирский идол хранится в Свердловском областном краеведческом музее имени Анисима Егора Чеклера, где мы сейчас с вами и находимся. Он стал сенсацией трижды. Первый раз, когда его откопали в 1890 году на золотых приисках Шигирского озера. Это высокая, большая деревянная скульптура высотой 3 метра 14 сантиметров, которую венчает круглая голова, а тело изображено в виде плоской доски, которая покрыта резным орнаментом со всех четырех сторон. Первым исследователем Шигирского идола был как раз Владимир Яковлевич Толмачев, и он опубликовал свою реконструкцию и обратил внимание на то, что на теле Шигирского идола существуют человеческие лица или личины. Он насчитал их 6. После революции в советское время Шигирским идолом интересовались очень тонкие исследователи, но самой большой загадкой являлась его датировка. И для того, чтобы получить дату, мы взяли небольшое количество древесины из внутренней части Шигирского идола, и мы получили ошеломляющий результат. В 1997 году мы получили результат 9,5 тысяч лет. Такой древности не ожидал никто. И с этого момента археологи разделились на два лагеря. И были археологи, которые признавали эту дату, были археологи, которые эту дату не признавали. Поэтому в 2014 году, чтобы решить все-таки вот этот вопрос, мы сделали второй радиоуглеродный анализ, и эти анализы были сделаны в лаборатории Клауса Чира Гельдебергского университета. В 2014 году мы получили дату, которая ошеломила нас еще больше, потому что эта дата удревнила возраст Шигирского идола на полторы тысячи лет. На сегодняшний день большому Шигирскому идолу 11 тысяч лет. Это самая древняя деревянная скульптура в мире. Получается, что большой Шигирский идол был сделан задолго до египетских пирамид, за несколько тысячелетий до египетских пирамид, очень задолго до цивилизации майя. Получается, что в раннем мезолите у древнего человека, жившего на Урале, сложилась очень четкая структура представления о мире. На большом Шигирском идоле могли быть изображены, скажем, родословные какого-то рода, где личины – это вожди, которые сменяют друг друга на определенном этапе, и какие-то события, которые происходили во время правления того или иного вождя. Площадка, на котором идол находился, вполне возможно, представляла как раз культовую площадку, сакральную зону, где проходили какие-то обряды. А вот Шигирский идол, он играет роль вообще в мифологии уральцев? В мифологии как таковой сегодняшней скорее нет, чем да, хотя, конечно, нам приятно осознавать, что в наших музеях хранится самая старая деревянная скульптура, существующая сегодня в мире. Если говорить о том, являлся ли он частью мифологии древних жителей Урала, то да, конечно, это элемент культа, но мы знаем очень мало о том, во что верили люди, которые жили здесь так давно. А это даст для жителей Екатеринбурга сегодня, что мы живем просто не в новой земле, как можно ощущать иногда, или как образ Сибири и Ураль, а что мы живем в древнейшем такое место, культурном месте. Наверное, все-таки нет, потому что, как и многие из тех, кто существовал на Урале после эпохи Шигирского идола, мы еще только пришли сюда. 200 лет, 300 лет для существования на одном месте какой-то цивилизации, это очень мало. Поэтому мы такие же гости, как и те, кто были до нас. Мне рассказывали на самом деле, что первые раскопки, которые были сделаны на Урале и на Южном Урале, в том числе и в Сибирь, это воры, которые ищут золото. И они ищут золото не в горах, а в курганах. Но оказалось, что именно археология сегодня нам позволяет больше узнать о том, что произошло в этом регионе. Вот есть вот эти роскошные объекты, которые похожи на что мы видели в Коми, но которые, я так понимаю, старше и намного раньше. Существенно старше. Действительно, археологические раскопки – это единственный способ узнать, как жили, о чем думали, во что верили, или хотя бы попытаться приблизиться к этим знаниям. Те, кто жили на Урале существенно раньше, чем сюда пришли известные нам сегодня народы, населяющие его. Вот этот клад, который представлен здесь, был найден на Азов-горе близ города Полевского, и Павел Петрович Бажов к этому кладу имел самое конкретное отношение, потому что клад нашли мальчишки на Азов-горе, поднимая камни, а он, в это время он работал журналистом в вечернем Свердловске. Вернувшись домой в Полевское вечером, узнав про эту находку, он нашел этих мальчишек, собрал у них эти находки и передал в наш Свердловский областной краеведческий музей. Благодаря ему мы имеем вот эти вот удивительные предметы. Если говорить о птицевидных идолах, надо, конечно, обратить внимание еще и на вот это вот наш солнцеголовое изображение, антропоморфное изображение, в котором, как в капле воды, вот вся духовная культура раннего Железного века, она представлена. Металлурги и кузнецы делили мир на три части – верхний, средний и нижний мир. И вот в этом изображении антропоморфия мы с вами видим верхний мир, который представлен в виде солнечной короны. Она находится над головой. Лицо антропоморфа, то есть человека, этот игол трехпалы, у него три пальчика. И одно из самых ранних изображений всадника, он сидит верхом на волке, и у него дамская посадка, у него обе ножки спущены с одной стороны, но он тоже трехпалый. Три пальца – это душа. Волк – это существо, которое переходило из среднего мира в нижний и перевозило на себе души людей в нижний мир. Это представление имеет отношение не только к иткурской культуре. У нас с вами в славянских сказках Иван Царевич ездил за Василисой Прекрасной, тоже на сером волке. И есть такая коллизия, которая известна всем. Вот такие птицевидные изображения чаще всего находят места, где плавили металл. Они связаны совершенно четко с медиплавильным производством. Кроме того, почему возникли птицевидные изображения? Если мы с вами присмотримся, мы увидим, что здесь изображены в основном птицы хищные. И изображены они в полете. Хищная птица выше всех поднимается над землей и умеет камнем падать вниз, складывая крылья. Именно хищная птица приносит священный огонь, которым зажигают горло. И поэтому птицевидные идолы, принеся огонь, они отвечают за плавку металла. Вот у меня есть такое впечатление, что с одной стороны есть ученые, археологи, которые просто расскажут историю этого земля. И есть Бажов, который расскажет историю советских или русских людей, которые пришли совсем недавно. И эти две истории, они как-то не пересекаются. На самом деле все еще сложнее, потому что помимо археологии древней, есть археология, которая занимается 17, 18, 19 веком. Промышленная археология, которая показывает нам, как на самом деле развивались уральские заводы. И вы правы, что совершенно отдельно от этого находится мифология, созданная Бажовым. Мифология, которая выросла в целое явление и вышла за пределы, собственно, литературного жанра сказа. Поэтому сегодня мы живем между вот этими мифологиями, мифологией советской, знаниями о мифологии древней и теми реалиями, которые нам сегодняшний мир предлагает. А вы думаете, что это может дать какое-то ощущение, что мы такие крутые уральцы? Это будет не скромно, но уральцы действительно крутые. Людмила, спасибо большое за открытие мира Урала. Путешествуйте и узнавайте страну вместе с нами. Au revoir и bon voyage. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова